Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, нап-свои комментарии. И как бы она хочет, чтобы эта история ее послужила кому-то примером. Если она поможет вам, пожалуйста. Голя, здравствуй! В первую очередь хочу поблагодарить за твой блог, за мощнейшую качественную поддержку, помощь девушкам. И также не хочу и не могу сдерживать восхищение твоим макияжем, харизмой, гармоничной гармонией и женственностью. Я пока не могу точно сформулировать цель моего письма. Скорее, это страх и такой жуткий. Я была в Марморесе осенью, но так попалось. Ему 35, он работает в школе каким-то служащим, с его слов. Много читает классики, в институт выкладывает кое-что. Не клеился особо. Познакомились очень органично, присматривались несколько дней. Я без каких-то иллюзий общалась, хотела просто чуть-чуть украсить свой отдых. Он вел себя больше как европеец, хотя люблю выходить замуж. Это все было сказано на третьей встрече. Были и другие звоночки в общении, но я знала, что для меня это общение обычное вскрыло звоночки на месте, но для себя не драматизировало. В Украине он продолжал заваливать меня сообщениями. Я к нему слетала еще раз. Он оплатил хоть и не богат особо. Он заботился как мог. Я начала смотреть на это уже более серьезно. Он признался, что женат на русской, но она давно улетела к себе обратно. Много лет они уже не вместе, что она гулящая, всякая такая плохая. Он подал на развод и через два месяца он уже будет свободен. Типа хочет, чтобы было честно между нами без какой-то лжи. Но я такая подумала, ну ладно, посмотрим, как пройдет два этих месяца, что будет по итогу. В итоге он прилетел ко мне на Новый год. И тут самое интересное. Я его встретила, привезла в мою новую квартиру только что после ремонта. Там еще никто не жил. Я готовила ее на сдачу. К себе не повезло, где я на самом-то деле, конечно, живу. Он привез много сладостей, небольших сувениров. На моей территории мне с ним было очень некомфортно. Начались разногласия. Первые два дня были раздраженными для нас обоих. Их бесило почти все. Я поняла, что меня просто разрушает быть вместе сейчас. Я ему сказала о своих чувствах и переживаниях. Говорила я это максимально открыто, деликатно. И понимала, что он находится в другой стороне. Мне его было жалко. Я сказала, что хочу уехать, что он может оставаться в этой квартире, сколько посчитает нужным, что если ему нужна какая-то помощь, чтобы он мне об этом сказал и оставила ему ключи. Кстати, я остановлюсь здесь. Очень правильное решение. По-честному, открыто. Вы молодец. И очень молодец, да. Вы, скажем так, он не снимал отель. Вы его привезли в свою квартиру для сдачи. То есть не там, где вы живете. Предусмотрели что-то. Ну, поняли, да. Не на той своей территории реальной. Скажем так, по-джентльменски вы поступили нормально. Почувствовали, что не ваш человек вас напрягает с ним находиться. Как бы, ну все, ему оставили ключи. Пожалуйста, пока билеты твои там, рейс, вы, да, оставайся. На следующий день он писал много плохих слов для меня, что он меняет билеты, через день он уже улетит обратно. И попросил отвезти его в аэропорт. Я приехала в тот день утром. К тому времени чуть разобралась уже в себе, успокоилась. Хотела с ним просто поговорить, наладить как-то наше общение, что-то, может быть, исправить. Но его уже не было. И чемодана тоже. Пока ждала его ответ на смс, я постепенно, шаг за шагом, стала обнаруживать пакости в квартире. Все привезенные им сладости и сувениры исчезли. Наверное, выкинул. Вылита моя косметика. Вместо нее вода. Колонка GBL с разрезанными динамиками, выкориченными проводами, сковородка из царапок крест-накрест. Моя одежда изрезана ножом и сложена аккуратно. Стулья изрезаны под чехлами. Тюль изрезана за шторами. Матрас изрезан. Диван изрезан изнутри и за подушками везде, где не видно, чтобы это было можно заметить не сразу. Край ножа сломлен от этого всего. Я написала ему об этом. Он ответил, что это не он, что я хочу от него просто денег снять с него за ущерб. Он просто улетел. Я, конечно, понимаю, что я обидела человека, что поступила, возможно, эгоистично, негостеприимно, что, там, не знаю, горячая кровь. Нет, вы поступили очень по-честному. Оставили ключи в обустроенной квартире, как бы. Но это вообще-то слишком. Я его поблагодарила, конечно, за опыт. В то время запрос о своем гневе, раздражительности. Это тот случай, который мне помог посмотреть в глубину самой себя. Ой, он начал мне очень много писать про то, как я ему сделала больно. Я ему ответила, чтобы он вообще мне больше не писал, потому что мой бывший муж военный хочет его наказать, что я его блокирую везде. Если он просочится хоть где-то, то я дам его паспортные данные моему бывшему мужу. После этого он мне перевел тысячу долларов и сделал пост в институте с извинениями, публичными и сожалениями о содеянном. Нормально. Хотя бы компенсация какая-то, имущество там, диван купить и так далее. Почему я таки решила тебе написать? Как бы философски я не видела всю эту ситуацию, какой бы осознанной я ни была, но мне реально больно. Я до сих пор отхожу от шока. Надеюсь, я исправлю этот момент в себе. Но сейчас были еще его три страницы в инстаграме. Он с текущей страницы удалил фотографии своего лица, своих друзей, подписчиков там каких-то. В тех его других страницах такое же. Я понимаю, что он мог и ранее похоже что-то творить с другими девушками. Он говорил, что у него нет семьи, родители умерли, братья, сестры, плохие люди. У него еще есть татуировка на спине, смерть с косой. Нормальная такая, кстати, уже характеристика. Может, я под впечатлением от твоих видео о насилии, но вдруг он маньяк какой-то. Я просто боюсь представить, если бы я пришла в то время в квартиру, когда он этой резнью этим занимался. Возможно, это глупо, но может, как-то можно вообще предостеречь других девушек или уже поздно кулаками махать. Что вообще делать в таких случаях? Майморис мне теперь ехать. Опасно? Вопросительный знак. Мое письмо можно огласить в видео. Я буду рада, если мой опыт может помочь другим женщинам. Но сейчас я понимаю, что нам нужен такой опыт, чтобы пережить такое, вытолкнуть из себя свои какие-то проблемы. Эта встряска, конечно, да и трепетные чувства, которые вызвала эта связь когда-то в начале, мне очень помогли осознать свою ценность после развода. Что нужно услышать свое сердце, интуицию, доверять себе, чутью своему и так далее. Если нужно дополнить мою историю деталями, то спрашивай. История интересная. Однозначно у парня какие-то проблемы с психикой. Точно. И это не проблема с татуировкой с косой, смерть, а в том, что он там ножами, вот эта вся история. Хорошо, что тебя тогда не было. Это просто огромный показатель. Я не могу сказать, утверждать, псих он там или нет. Вполне возможно, я это допускаю. Вообще, в принципе, псих из нас, каждый из вас, потому что психическое состояние, мы об этом рассказываем, такая горизонтальная шкала нормы. И вот, скажем так, такой бегунок, наше состояние, и в силу стрессов, почему некоторые люди с ума сходят от шоков, после каких-то болезненных, шоковых ситуаций и так далее. Потому что не из-за расстройств каких-то, именно болезней психических. Потому что вот этот бегунок ходит, он выходит иногда за рамки стресса, он в одну сторону, какое-то другое состояние угнетенное, это биболярочка, например, это наоборот пассивное поведение, человек просто в стагнацию впадает. Это просто есть определенные нормы психики, рамки, за которые наша психика с вами выходит. Я чувствую стресс, мне там плохо и так далее. Это уже наш бегунок немножко вышел на рамки нормы психики человека, его поведения. Так что вот этот чувак, точно проблемы с нормами, его поведение было ненормальным. Это однозначно говорит о его несостоятельности, его психике, незрелости психики. Это поведение, такой выплеск, неумение вообще бороться с эмоциями своими. То есть это так поступают либо психически больные, или дети, психически больные люди, либо дети, которые не умеют контролировать свои эмоции, либо у него конкретные проблемы с детства. Ну там вообще нужно много чу копать. Характеристика прекрасная, на нем у него нет ни родителей, ни семьи, ни фига. Господи, вообще с ножами истории. Нашкодить, причем как это было сделано, скрыто, порезать диван так, чтобы сразу не заметила, порезать шторы так, тюль, чтобы она за шторами была спрятана, чтобы потом увидел. То есть это страх наказания, как кот, который нагадил в тапке, и спрятался куда-то. Это вся эта история. Показать свой характер, свое я, свои обиды выместить. Он не мог побороть свои эмоции. Но в чужой голове я никогда не копаюсь, не знаю причин и так далее. Однажды вам скажу, парень не очень, вообще психически неустойчивый, неуравновешенный. Либо это глубоко запущенный вариант незрелой личности, которая не может управлять своими эмоциями, выражать их. И вообще незрелый человек, поэтому он не женат, и никто ему не нужен, потому что с этим ненормальный человек, никто не будет жить. У него были, скорее всего, неудачные отношения. У меня тут же вопрос, почему его жена, он ее, конечно, оболгать, проституткой назвать, или еще как-то проще паренной репы. И она уехала несколько лет без развода, убежала. В любом было какое-то, скорее всего, насилие. Очень бы интересно побеседовать с его женой русской, которая убежала от него. Неудивительно, что убежала. Мне женщину даже жалко. Я даже рада, что ей удалось убежать от него. Хорошо, что ты вот так и делалась, скажем так, по-легкому, я бы это назвала, без каких-то физических последствий для себя. Плюс он очень материальную компенсацию выслал за свою содеянную. Надеюсь, тебе денег хватило это все компенсировать и сдать свою квартиру. Очень молодец, что ты вот техника безопасности, о чем я до этого видео говорила. На свою территорию не приглашаем, либо отель, или вот съемная квартира, которая твоя была для сдачи. Чтобы были пути отступления. Не надо винить себя. Это очень неправильно. Ты, я уже останавливалась в письме, сделала все очень правильно. Ты безопасно к этому подошла, продумала пути отступления. Ты по-честному сказала человеку, что вы друг другу не подходите, просто уехала. Ты оставила ему квартиру, ключи, пожалуйста. Ты не давила, не выгоняла. Плохо бы поступить негостеприимно. Пинком под за сумкой в окно, короче, выкинуть отец. И его, видишь, сказать, вали вообще. Вот это некультурно. Ты оставила ему в доверенности квартиру и имущество, которое он тебе показал не с лучшей стороны, навредил имуществу. Никаких претензий к тебе быть обид не может. Это его личные проблемы с его головой, с психикой. Все было очень правильно с твоей стороны сделано. Не вини себя никогда. По поводу твоей поездки в Марморис. Ну, я бы не стала так считать, что мне теперь опасно ехать в Марморис. Во-первых, того, что вы там встретитесь в туристическое время, это маленький процент, потому что очень много туристов и быть там замечено и очень трудно. Следующее, он не может об этом узнать и у него нет твоих соцсетей, надеюсь. Заблокируй его под ночь, чтобы не мог нигде просочиться. Тогда и не будет какой-то от него угрозы. Чтобы он не знал, что ты в Марморисе просто. А просто так, идя по улице, это один на миллион шансов. Конечно, может случиться, но если тебе человек этот угрожает, ты его боишься и так далее, ты всегда можешь обратиться в полицию, написать заявление, чтобы его оградили нахождение рядом с тобой вообще без проблем. То есть я не вижу здесь проблем и не ехать в Марморис. Но мне больше в этом письме страшно от того, что этот человек с его слов работает с детьми в школе. Вот это, блин, страшно. Вот это меня просто. Я бы, блин, я не знаю. Ну, как бы такого никакого запроса ты сделать не можешь, по сути. Ни поливан, ни вор, ни каких-то подозрений, в какой-то истории криминальной с ним и так далее. Как бы нет оснований. Но раз у него проблемы такие с башкой, честно говоря, это, как говорится, заряженное ружье, оно всегда должно на сцене выстрелить. Что-то произойти может. Это опасность для детей однозначная. Может, у него вообще какие-то там, не знаю, ну, если школу он выбирает, я говорю, морально незрелый человек, его уровень школы. Поэтому он там может, если он там действительно работает, он может там работать. Это его уровень развития. Школа. Уровень развития его психики, я имею в виду. То, что он читает там литературу, классику и так далее, типа образованность, это вообще нифига не показатель. Опасный человек, что могу сказать. Вот такие у меня выводы по этой истории. Были ли у вас какие-то такие странные отношения с парнями? Я вам видео до этого рассказывала, у меня был такой ухажер ненормальный. Пару у меня таких было. Когда ты расстаешься с человеком, я сейчас понимаю, что проблемы не во мне было, не я какая-то грубая, а парень там меня преследовал. У меня такая история была. Списал там лифт мне всякими словами. Я там люблю, утра-ля-ля. Знаете, в любви, ну, раз ты списала, я потом лифт этот мыла со своей сестрой, ее мужем, ацетоном оттирали с подружкой моей. Второй раз, ну, потом он меня просто начал преследовать, и мне реально было страшно. Очень неприятно. Пока закончилось тем, что с ним разговаривал муж моей сестры, он был с ним знаком. Он с ним по-мужски поговорил, сказал, дружок, если ты вообще не прекратишь, мы пойдем писать на тебе заявление. Все, хорош. Я тебя по-хорошему предупреждаю. Следующий, как бы, твой шаг в поведении, это будет проблема с законом. Плюс у меня еще был мой лучший друг, полицейский. И он, как бы, после школы пошел туда работать. И поэтому у меня всегда было такое ощущение защищенности, потому что я знала, что если я напишу там заявление, если что-то, у меня заявление мое не отвернут, его рассмотрят и так далее, что у меня друг там работал, и все. То есть у меня было ощущение, что какой-то защищенности, и, в принципе, по-мужски я всегда этого друга там могла попросить помочь мне, там, не знаю, с ухажером каким-то поговорить, если что. У меня просто нет там братьев-папы, да, вот этого мужской защиты какой-то. У меня друзья такие были, вот родственник, муж моей сестры мне мог помочь. Вот такая история. Пишите свои комментарии, может быть, советы девушки, что вообще думаете по этой истории, история очень-таки интересная. Как вы считаете, как можно оградить других девушек от вот этого мужчины, который, я считаю, довольно-таки опасен. Странный чип вообще. Под видео оставляю вашу почту свою для ваших писем, записи на психологические консультации, если вам нужно. Спасибо за внимание, комментарии, поставьте лайк этому видео. Скоро увидимся, всем пока.